Рыбакит-клуб. Главное увлечь рисовать. Плата один раз и за все курсы. Привет, друзья! Я Ваня и вы на канале Рыбакит. Сегодня рисунок на заказ для участницы Рыбакит-клуб. Очень просто. Я рисую для девочки Оливии. Ей 8 лет и она заслужила это. Она участвует в Рыбакит-клуб, рисует много рисунков, нарисовала больше 7, это точно. Ты отлично рисуешь Оливия. Сегодня ты выбрала, чтобы я для тебя специально нарисовал девочку на скейте. Твоя идея. И я постараюсь ее нарисовать просто. Но чтобы ты повторила это все, смогла нарисовать. И в то же самое время чему-то научилась. Хорошо? Будем внимательны детали. Я знаю, ты хорошо рисуешь, но внимание к деталям очень важно. Мы сейчас нарисовали голову. Такой ованчик это голова девочки. Мы ее в таком стиле комиксном будем рисовать. Голова у нас обозначена. Теперь нарисуем шею. Вот так. Две палочки. Небольшая шея у нашей девочки. И теперь тело. Тело не такое большое будет. Вот так вот мы рисуем. Прямоугольничек. Наверное, вот так. Раз, два, три. Это прямоугольник нашей девочки. Как ее зовут? Я думаю, ее зовут Оливия. Будет здорово. Мы рисуем для девочки Оливии. Оливию. Так, теперь руки. Руки и ноги. Сначала руки. Нарисуем вот так руки. Раз и два. Раз и два. Это просто. Я думаю, вы, ребята, тоже нарисуете. Нарисовали. Теперь нарисуем ей шорты. Шорты так рисуем. Раз, два. И мы не забываем, что девочка на скейте. У нее ноги будут вот так вот сложены. Вот так вот. Раз, раз, раз. Да? Шортики рисуем. Раз, 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 раз. Так, шортики. А теперь ноги. Одна нога сюда будет идти. А вторая вот сюда. И она устойчиво стоит на скейте. Как я и показывал. Раз, раз, раз. Отлично. Нарисовали. Дальше. Что мы рисуем следующее? Заканчиваем руки. Давайте на руках нарисуем большие такие квадраты. Это перчатки. Мы упрощаем сейчас. Но это понятно будет все равно, что это руки. На каждой руке четыре пальчика и один большой сбоку. Один большой здесь и четыре пальчика здесь. Перчатки обрезаны. Знаешь, такие есть обрезанные перчатки. Я думаю, Оливия как раз такие и носит. Такую полосочку. А здесь вырез. Отлично. Я знаю, что мы нарисуем ей футболочку. И тут же нарисуем такие защиты. Знаешь, одевают их на рукавники, на локотники и на ножники. Я не знаю, как их называют. Наверное, их называют наколенники. Да, наколенники. Отлично. Мы это нарисовали. Вырез для футболки. Я думаю, Оливия ходит в футболки. Это здорово. Дальше. Теперь ботиночки. Ботиночки очень просто будем рисовать. Так, чтобы не запутаться. Такие раз ботиночек и два ботиночек. И здесь их закончим. Никаких мелочей пока рисовать не будем. Самое главное, что мы нарисовали девочку, но она еще не закончена. Потому что у нее большая голова. Но мы не понимаем, где глаза и все остальное. Давайте нарисуем. Нарисуем сначала большой щуп. Ей такую челку. Челка развивается, потому что Оливия быстро едет на скейте, как я сказал. Теперь рисуем, конечно же, шлем. Шлем рисуем такой вот полукруг сверху. Вот такой шлем обязательно нужно одевать, когда ты занимаешься спортом. Ездишь на велосипеде, на скейте, ну или на роликовых коньках также. Нарисовали. Здесь у нас волосики, ушко и, конечно же, косичка. Не косичка, а такой хвостик. И здесь хвостик тоже покажем. Нарисовали. Почти все готово. Теперь осталось только два глаза Оливии нарисовать. Один глаз, второй глаз. Сама реши, куда она смотрит. Будет наверх. Тогда зрачки наверх идут. Или на тебя тогда зрачки идут сюда. И она смотрит сюда. Она улыбается. У нее есть маленький носик. И все готово для раскраски. Но не хватает скейта. Скейт очень легко нарисовать. Смотри. Рисуем такую палку. Но она такая закрученная. Здесь закругляем. Закругляем. И сюда идем. Здесь, здесь. И скейт готов. Теперь толщину покажем ей. Палочки. Толщина есть. И колесики. Я знаю скейты есть с большими колесиками. Маленькими. Я нарисую что-то среднее. Такие средние. Но они не очень большие. Такие средние колесики. И идут сюда. 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 Отлично. Скейт может быть имеет какой-то рисунок. И мы вот здесь подчеркнем. Что может быть он очень крутой. И очень яркий. К примеру. Красный. Желтый. Зеленый. Фиолетовый. И еще какой-то. И здесь можно писать что-то. Например. Оливия. Или просто лайк нарисовать. Что ты хочешь на футболке. Чтобы было у твоей девочки. Выбери сама. Я думаю, что здесь напишем просто. Ооо. Что значит Оливия. Теперь раскрашиваем. Раскрашивать будем фломастером. Фломастер как раз для тебя. Тебе 8 лет. И фломастер как раз подойдет для тебя. Потому что он такой. Здесь можно постараться. И нарисовать много вещей. Именно фломастером. Даже если мы нарисовали простой рисунок. Все-таки мы можем улучшить его. И сделать более подробным. Покрасить желтым цветом волосы. Я выбрал, что у девочки будет. У моей Оливии желтым цветом волосики. Мне это нравится. Выбрать цвета всех предметов. Которые мы сейчас будем раскрашивать. Ты сама сделай. Ты тоже сам сделай. Если ты рисуешь меня с Оливией. Выбери свои цвета. Я например хочу ярко-зеленый взять шлем. Мне всегда нравятся яркие цвета. Ярко-зеленый шлем. Мне кажется очень-очень хороший. У меня такого нет. И я даже немножко завидую этой девочке Оливии. Потому что у нее есть такой ярко-зеленый шлем. Если я покупал бы, я обязательно купил ярко-зеленый. Мне он нравится. Он светится и ярко-ярко светит. Это мы сделали. Но мы возьмем теперь темно-зеленый. И к примеру вот эти вот штучки, которые я нарисовал. Такие овальчики. Мы их подкрасим темно-зеленым. И аккуратно не будем выходить за края. Здесь подведем зеленым. Здесь. И здесь. Немножко везде зеленого добавили. Отлично. Теперь выбираем цвет футболки. Мне хочется выбрать оранжевый. Ярко-оранжевый. Сочный оранжевый. Потому что оранжевый очень хорошо сочетается с зеленым. Я выбрал яркий-яркий оранжевый цвет. И закрашу аккуратненько всю футболку моей Оливии. Так. Отлично. И также я покрашу здесь немножко этим оранжевым. Но он даже не оранжевый, а какой-то... Хотя нет, оранжевый. Достаточно оранжевый. Хороший оранжевый цвет. Мне он нравится. Здесь побольше, здесь и здесь. Смотри, как здорово получается. Теперь не убираем оранжевый цвет. Берем его же. И немножечко тоненькими мазками. Если у тебя другие фломастеры, я думаю, ты тоже справишься. Нарисовать несколько шпришочков на ее волосиках. Вот так. Вот здесь по кругу. Здесь ровненько. А здесь мы будем идти от головы к кончику. От головы к кончику. Это задание важное. Как раз здесь ты потренируешься сделать ровные линии, которые будут изгибаться. И в сторону, которую ты захочешь. Это важно. Отлично. Теперь пришло время раскрашивать тело. Тело я возьму самый светлый фломастер, который у меня есть. Ты бери тоже. Если у тебя нету, к примеру, его, то ты можешь не раскрашивать тело. Но я раскрашу таким розоватым цветом. Моя Оливия не супер загорелая. Но она очень довольна. И любит спорт. Да, я тоже люблю спорт. Отлично. Сделали. Ой, еще ушко. Ушко не закрасили. Ушко. Надо решить, какого цвета глаза в Оливии. Я хочу сделать голубыми. Потому что голубые. Такие красивые глаза. У меня у самого карие глаза. Я знаю девчонок, у которых голубые глаза. И это очень красиво смотрится. Они очень красивые. Хотя все глаза красивые. Коричневые, карие. Какие еще глаза есть? К примеру, зеленоватые. Тоже здесь подойдет. Да? Теперь выбираем цвет шортиков. И я возьму плотный цвет бирюзовый. Сейчас мы голубым добавляли. А сейчас я добавлю поплотнее цвет бирюзовый. Я хочу здесь плотности добиться. И здесь тоже всю мою планку. Тоже бирюзовым цветом. Отлично. Мы это сделали. И обведу. О, тоже обведу. Здорово. Так. Что же еще я хотел раскрасить? Нужно раскрасить сереньким. Раскрасить перчатки. Перчатки сереньким. На локотнике тоже сереньким. На коленнике тоже сереньким. И надо решить, чем мы будем раскрашивать ботинки. Ботинки, 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 ботинки. Давайте с желтым. Желтый красивый цвет. И как раз мы начали с него. И вернемся к ним мужик. И они желтые. И давай догадаемся, что мы еще не раскрасили. Я думаю, девочки и мальчики многие догадаются, что мы не раскрасили пальчики. Поэтому я и говорю, что внимание к деталям очень важно. Здесь можно нарисовать именно так, как ты хочешь. Нарисовали. Серые. Возвращаем к серому. Я забыл еще покрасить колесики. Конечно же, они серые. И я знаю, что Оливия очень хорошо показала себя, когда рисовала гуашью. И она делает яркие мазки. И сейчас я хочу добавить в рисунок ярких мазков. Мы возьмем разные цвета, которые ты хочешь. Начнем с серого, потому что я хочу показать ветер. В этом рисунке не хватает движения. Как будто бы она стоит на скейте. Наша девочка Оливия. Но мне хочется движения. Точечки. Какие-то мелочи. Давай движения покажем. Будем нашей рукой двигать вот так вот. Справа налево. Справа налево. И рывками. 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 И когда я буду красить, я буду вот так делать. Раз. 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 Если у тебя обычные маркеры или просто фломастеры, я думаю, у тебя тоже получится рисовать вот так. Раз. А теперь я возьму другие цвета. Мне нравятся какие-то супер яркие. Например, розовый цвет. Я его сегодня не использовал. Хотя мне нравится. И многим девчонкам нравится. И нарисуем немножко розового. Вот так я возьму, к примеру, вот отсюда. Я немножко начну вести вот эти вот движения. Очень важные движения. Раз. 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 И не очень длинные, а довольно такие вот обрывистые движения. Вот так. Мы показываем ветер. Скорость. Скорость Оливии, которая несется, несется, несется. Где-то короткий, где-то подлиннее. Это будет интересно. И твой рисунок сразу зажил и появилось движение. Вот такой рисунок мы нарисовали. Оливия, я тебе передаю большой привет. Если у тебя есть еще желание, ты можешь еще порисовать. Например, взять светло-светло-розовый. Вот у меня есть такой. Надеюсь, он светло-розовый будет казаться вам. Тоже, потому что всегда на камере немножко цвет другой. И здесь нарисовать, к примеру, здесь можно нарисовать дерево. Дерево, которое растет. Здесь еще одно дерево. А здесь можно нарисовать дом с окошками, к примеру. Он многоэтажный, большой дом. Здесь можно нарисовать еще одно дерево. Почему я рисую деревья? Потому что, если мы только нарисовали движущийся предмет, как Оливию, которая стоит и кажется, что она не движется. Мы с помощью мазков добавили движение. Но, к примеру, здесь можно таких птичек нарисовать. Еще хочется нарисовать какие-то стоящие предметы. Потому что она, наш герой, Оливия, должна двигаться слева направо относительно каких-то ровных, больших вещей. К примеру, пейзажа. Есть дома. Есть большие какие-то крыши. К примеру, Оливия посетила, как ты узнаешь, Париж. И я сейчас только что придумал, что можно нарисовать эфелевую башню. Какие-то достопримечательные, к примеру, Оливия в Париже. Можно так и назвать этот рисунок. Хотя в начале я даже не думал, что я это буду рисовать. Это очень забавно. Такие штучки рисовать. Какие-то пейзажи. Ты можешь делать все лучше и лучше. Здесь немножко тоже розового. И у нас получился отличный рисунок маркером. Довольно сложный. Я буду рад, Оливия, если ты нарисуешь и покажешь мне. Ребят, если вы рисуете, то обязательно присылайте свои работы в Инстаграм. Можете просто щелкнуть, сделать сториз и написать там собачка-рыбокит-3, чтобы я вашу сториз обязательно к себе взял и в коллекцию положил. Оливия участница моего клуба, нашего клуба. Рыбокит-клуб называется. Легко его найти, посетить. Я никого не уговариваю туда приходить, потому что я рисую часто и рисунков много и на Ютубе, и они бесплатные. Но если вы хотите чего-то большего, и ваши ребята хотят большего контакта со мной, то приходите в Рыбокит-клуб. Вас зову. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Хорошего лета, хороших рисунков и хорошее настроение. Мне очень нравятся твои рисунки, Оливия. Пока-пока. Рыбокит-клуб. Главное увлечь рисовать. Плата один раз и за все курсы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова